Такая вот у нас тут уборка. Ну вот, чтобы вам было понятно. Это кошмар. Сейчас мы всё это будем очищать. Очередная авария на первом этаже случилась накануне, рассказывают люди. Жители дома номер 32 по улице Гоголя уже сбили со счёта, сколько раз они вызывали мастеров, чтобы прочистить канализацию. Ольга Сенаторова рассказывает, в первый раз неприятный запах в подъезде появился ещё 15 сентября. Очаг нашли, но попасть в помещение оказалось невозможно, жалуется женщина. Мы не можем открыть помещение, потому что не знаем хозяина, нет ключа. Поехали в департамент ДИЗО к Борисову. Борисов смотрит мне в глаза и говорит, а мы ключ потеряли. Попасть внутрь смогли только после того, как сотрудники управляющей компании срезали замок. В понедельник утром они в очередной раз приехали на место аварии. Со слов рабочих, это помещение не находится на балансе управляющей компании. Дать интервью и рассказать о ситуации представители обслуживающей организации отказались. Чтобы выяснить, почему управляющая компания не имеет доступа в пустое помещение многоквартирного дома, мы попытались дозвониться до руководителя ГУПС. Секретарь объяснила, что получить ответ мы можем только через заместителя директора, которого в этот день не было на месте. Или записаться на личный прием во вторник или пятницу с двух часов дня до пяти вечера. Все помещение в фекалиях, в моче бегают крысы. И это длится с числа 14-го. Вы представляете, что там творится? Чем мы дышим? Какая инфекция? За этой стеной находится жилое помещение, 23-я квартира. Семья, маленькие дети. Что они нюхают, какой запах? Вся стена мокрая, грибок. Жильцы рассказывают, еще в украинские времена в этом помещении находилась сберкасса. И вот уже три года помещение пустует. Люди предполагают, что нужно менять канализационные трубы. Их, по словам жителей, не меняли с момента постройки дома. Редакция нашего телеканала направила запрос в Департамент имущественных и земельных отношений правительства Севастополя, чтобы выяснить, кто несет ответственность за содержание пустующих помещений. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.